Продолжение следует... 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 Появляются сейчас новые данные, если ориентироваться на... Относительно, конечно, новые, хотя, по сути дела, это, ну, скажем, не новелло принципиально. Я имею в виду критерий уровня холестерина не ЛВП. Вопрос. 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 Даже перенесенный инфаркт миокарда не является достаточным фактором повышения приверженности к приему статинов. Здесь же надо добавить, что наши врачи очень трудно преодолевают психологические пороги или, может быть, даже недостаточный уровень знаний и информированности о правильных лечениях, хотя есть клинические рекомендации, правда, не по дислепидемиям, а клинические рекомендации по лечению ишемической болезни сердца. Но скоро, я надеюсь, все-таки у нас появится и упомянутый мной документ. И частота достижения целевых уровней холестерина липопротеидов низкой плотности остается явно на недостаточном уровне. Проблему надо решать. Ну и давайте приступим к реализации повестки дня. Я с удовольствием предоставляю слово профессору Ким, главному кардиологу Республики Татарстан. Спасибо огромное, уважаемые коллеги. Глубоко уважаемый Сергей Анатольевич, позвольте мне озвучить, каковы проблемы в липецнижающей терапии на территории Республики Татарстан. И вот в преддверии последующих докладов, которые будут в основном ориентированы на структуру лечения, на качество лечения, на оценку ее эффективности, мне хотелось бы сказать о том, что для преодоления тех проблем, которые, Сергей Анатольевич, вы озвучили, очень важно реализовать ряд организационных вопросов. И один из таких важных организационных инструментов в наших руках – это создание липидных клиник, идея которых была, если я не ошибаюсь, в 2018 году. Да, озвучено? Не в 2017, в 2016 году. И позвольте, уважаемые коллеги, вот в рамках освещения этой темы, проблемы в лечении дислепидемии, попытаться рассказать, насколько важным, насколько своевременным, насколько эффективным оказывается создание липидных клиник, поскольку все те вопросы, которые озвучил Сергей Анатольевич, нам удастся преодолеть. Ну, в первую очередь, конечно, основные показатели смертности на территории Республики Татарстан. Мы, конечно, ориентируемся на показатели 2019 года, те, к которым стремимся, вычев 2020-2021 год в силу известных всем причин. Пока мы не дошли до уровня 2019 года, мы прекрасно понимаем, анализируя структуру своей смертности, мы прекрасно понимаем, что мощный вклад, основной вклад вносит эти заболевания, которые связаны с атеросклерозом, любая локализация, будь то коронарная артерия, будь то церебральная артерия. Если говорить об эпидемиологии дислепидемии на территории Республики Татарстан, к сожалению, сейчас я озвучить цифры не смогу, распространенность, но мы также были одним из регионов, который был включен в исследование СРФ. Мы уже слышали с вами, что результаты будут, видимо, опубликованы, первые результаты в ближайшее время. Но, полагая, 75% нарушения липидного обмена, наверное, актуальны и для нашей территории. И вот это 75% мы поняли, как и все другие регионы, о том, что очень важно акцентировать внимание на модифицируемые факторы риска. И в связи с этим, в 2018 году, при поддержке правительства Республики Татарстан, была инициирована вот такая программа, которая изначально, если вы прочитаете ее название, поймете, что она была сфокусирована трудоспособным населением и была сфокусирована только на выявлении пациентов с наследуемой формой нарушения липидного обмена, а именно семейной гиперхолестеринами. И изначально, когда мы создавали для реализации этого проекта, создавали липидные центры, мы, конечно, тоже были сфокусированы в основном на семейной гиперхолестеринами. У нас было создано два центра липидологии. Центр липидологии взрослых, Центр липидологии для детей. На тот момент, в 2018 год, это была уникальная ситуация, потому что, насколько я знаю, это был первый Центр липидологии детства на территории Российской Федерации. Мы работаем в очень тесной взаимосвязи, все пациенты, вы видите, они абсолютно перемещаются, семьи пациентов перемещаются между нашими центрами. Как мы направляем детей, внуков, племянников наших пациентов в Центр липидологии детства, так и наши коллеги пересылают пациентов к нам. Потоки пациентов в Центр липидологии на территории Республики Тарстан, вот помимо такого взаимного обмена, это еще пациенты, обращающиеся с самообращением, поскольку мы активно рассказываем о необходимости коррекции липидного обмена, нарушения липидного обмена, и о своем Центре работает он в рамках ОМС, абсолютно бесплатно для жителей Республики. Поэтому пациенты либо приходят к нам самостоятельно, либо направляются из поликлиники, либо из стационара, в случае, если они перенесли какое-то событие, которое свидетельствует о возможной наследуемой форме нарушения липидного обмена, либо о особо высоком риске повторных каких-либо осложнений. Мы, естественно, прописали показания для обращения к нам, еще раз напомню, были сфокусированы в семейной форме. Но на сегодня мы понимаем, что задачи липидных центров, они много шире, чем оценка выявления пациентов с наследуемой формой нарушения липидного обмена. Вы видите сейчас тут план обследований, который мы взяли на себя, то есть мы приглашаем пациента не с имеющимся пакетом документов, а все эти обследования в рамках ОМС проводим у себя же в центре липидологии, так же, как и наши коллеги-педиатры. Ну и вот это еще одна такая проблема, каким образом это тарифицировать, и время этих обследований должно ли лежать оно на нашем центре, либо пациент должен быть подготовлен. В любом случае мы проводим большое количество лабораторных обследований, как скринингово, так и в последующем, ну и, естественно, инструментальные обследования. Ну и вот, позвольте, коллеги, небольшие результаты, средства результатов по центру липидологии взрослых. На сегодня около полутора тысяч человек наблюдается, но вот по 1200 мы сделали такую аналитику, большая часть это женщины. Каждый четвертый пациент, который обращался к нам, это пациенты со вторичным вариантом нарушения липидного обмена, а именно это декомпенсированный сахарный диабет, к которому, к сожалению, степень компенсации которого, к сожалению, не всегда уделяется должное внимание на амбулаторном этапе. И это нас побудило проводить большое количество междисциплинарных обучающих мероприятий для наших докторов-эндокринологов, докторов-терапевтов, врачей общей практики семейной медицины с акцентом на необходимость коррекции липидного обмена и их нарушений у пациентов с какой-либо эндокринопатией. Что интересно, порядка чуть меньше половины пациентов со вторичными вариантами нарушения липидного обмена, пациенты с гипотириозом, авторами этого диагноза оказывались мы. То есть пациент обращался с высоким холестерином и в числе обязательных обследований, конечно, было и тиреоидный статус, и выявлялся вот этот недиагностированный раньше гипотириоз. Подавляющее большинство пациентов, обратившихся к нам, это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И еще раз, авторство наше, порядка половины пациентов, это пациенты с атеросклерозом брахицефальных артерий, которые диагностировали также мы. Вот еще одна проблема, достаточно актуальная в числе проблем в плане коррекции нарушений липидного обмена. К сожалению, ультразвуковое исследование артерий, нижних конечностей, либо сонных артерий, не всегда и не везде является рутинной практикой. А это очень высокоинформативный, неинвазивный и очень важный для наших пациентов метод обследования, который позволяет определиться, какие целевые цифры холестерина или протеидов низкой плотности актуальны для нашего пациента. Ну и естественно, мы говорим о семейной гиперхолестериномии, которую мы пытались определить не только фенотипически, но и позже проводили генотипирование. Частота выявления верифицированных носителей 10% от количества, обратившихся к нам, мы понимаем, что это не истинная распространенность семейной гиперхолестериномии, поскольку к нам обращались пациенты в основном с серьезными нарушениями липидного обмена. На генетический анализ был направлено около 400 образцов, то есть 421 образец взрослых пациентов. Ну и вы видите те варианты нарушений, те варианты мутации и частота выявления в нашем случае, которые мы, собственно, обнаружили. Ну и вот как-то закончив, помимо вот этих научных задач, которые были реализованы с помощью создания этих центров, самое главное, те практические моменты, которые позволяют, и мы предполагаем позволят в перспективе преодолеть проблемы, оказание высокоэффективной и очень актуальной для пациентов лепидоснижающей терапии на территории Республики Тарстан, но я думаю, за ее пределами в том числе. В первую очередь то, что мы обнаружили при начале работы. В начале работы нашего центра пациентов на лепидоснижающей терапии, даже при том, что у всех пациентов были серьезные нарушения лепидного обмена, пациентов с комбинированной лепидоснижающей терапией не было практически ни одного. Я абсолютно соглашусь с уважаемым Сергеем Анатольевичем. Мы возмущались, что атеросклероз брахиоцефальных артерий не является показанием для назначения статинов. Оказывается, инфаркт не является показанием для назначения статинов, и инсульт, к сожалению, тоже. Достижение целевых цифр холестерина или протеидов низкой плотности, мы об этом только мечтали, потому что ни одного пациента, изобратившихся к нам, даже попыток достижения не было, и средней дозировки применяемых статинов, это были как раз умеренные, то есть 20 мг аторого статина, и еще был хвост символ статина. Но вот за три года работы, практически за четыре года работы, наши результаты достаточно хорошие. Во-первых, мы проводим очень активно школу пациентов, и я думаю, что тиражирование опыта проведения школы пациентов для пациентов с нарушением липидного обмена также позволит нам преодолеть те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Каждый из нас сталкивается с нежеланием пациента наращивать дозу статинов, а без этого, очевидно, достигнуть целевых значений холестерина или протеидов низкой плотности не удастся. Ну и помимо школы пациентов, как ни странно, мы должны были проводить и продолжаем проводить очень активно школы для докторов. Школы для докторов сосудистых хирургов, докторов-эндокринологов, докторов-неврологов, ну и, естественно, терапевтов, врачей общей практики, врачей семейной медицины. И очень тесно взаимодействуя с нашими педиатрами, коллегами, нам удается приводить семьи к мысли о том, что в ряде случаев необходимо формировать эту модель здорового образа жизни, дабы сохранить жизнь их детям, родители которых являются носителями гена. Ну, собственно, вот такие результаты нашей работы. Я думаю, что это действительно реализация создания вот этой идеи, реализация идеи создания Центра лепидологии во всех регионах. Это, конечно, очень мощный инструмент в преодолении тех проблем, с которыми мы сталкиваемся при попытке снизить уровень смертности нашего пациента именно через нормализацию нарушения липидного обмена. Ну, вот еще, конечно, мне хотелось бы озвучить те научные новости, которые мы обнаружили. Это 26 новых ранее неописанных мутаций генов, о чем мы планируем провести публикации. И вот практическое значение нашей работы. Практически 90% пациентов, обратившихся к нам, достигли целевых значений холестерина липортоидов низкой плотности. Эти пациенты были отпущены на диспансеры наблюдения в те поликлиники, к которым они прикреплены. И мы рассчитываем на то, что вот этот опыт нам удастся стиражировать, и все большее количество пациентов будет именно достигать целевых значений. Почему мы говорим не о стопроцентном достижении? Очевидно, пациенты с семейной гиперхолестеринами на таблицированной комбинированной терапии достигнут целевого значения не могут. И вот оставшиеся наши 127 человек, это следующая наша проблема, каким образом достигнут целевых значений у них. И в этом отношении на сегодня мы также двигаемся вперед. У нас есть возможность пока из 127 человек только 50 обеспечить генинженерной терапией, то есть тему наклональные антитела, о которых сегодня мы будем говорить более подробно. Наш опыт, работая с ингибиторами ПССК-9, ну, естественно, это высокоэффективные препараты, абсолютно безопасные для пациентов, поскольку у нас есть большой опыт, мы принимали участие в Одиссеи, и побочных эффектов у пациента не видели. В ряде случаев мы даже прибегаем к снижению дозы статинов, либо исключению изитимиба, поскольку на трехкомпонентной комбинации очень значительно снижаются холестерилепротеидов низкой плотностью у пациентов с семейной гиперхолестериномией. Ну, вот это тот пример работы детского центра, который позволил выявить пациента с моногенной формой, с ГХА. И вот этот каскадный скрининг нам позволяет все большее количество пациентов перевести в категорию, к сожалению, экстремально высокого риска, но более эффективно с ними работать. Возглавляемый вами Сергей Анатольевич Центр признал нашу работу как одну из лучших практик, за что мы вам очень благодарны. И, естественно, не могу об этом не сказать, не поделиться. Ну и так, уважаемые коллеги, резюмируя, мы говорим с вами о тех проблемах, с которыми сталкивается каждый из нас в своей практике. Естественно, основная проблема – это амбулаторно-поликлиническое звено, которое должно адекватно скринировать пациентов, пытаться самостоятельно справиться с нарушением липидной обмена, либо направлять пациентов в центр липидологии, если на территории этот центр есть. Диагностика и подбор терапии, к сожалению, не всегда проводятся в специализированных центрах, но это серьезная проблема, которая сегодня, возможно, будет реализована и преодолена в связи с появлением нового приказа по диспансерному наблюдению 168, который предполагает диспансерное наблюдение пациентов с тяжелыми формами нарушения липидного обмена у кардиолога. На наш взгляд, проблема приверженности к лечению позволит преодолеть стиражирование школы пациентов, и необходимо очное обучение докторов именно в очном формате, с тем, чтобы наши доктора были более смелы, скажем, в липидснижающей терапии, понимая ее важность. И основной вопрос – это обеспечение препаратами высокоэффективными, безопасными, и, к сожалению, не всегда доступными препаратами. Над этим вопросом мы на нашей территории работаем. Ну вот, собственно, необходимость и обоснованность назначения препаратов, я думаю, она будет освещена в следующих докладах. Спасибо большое. Большое спасибо, Зульфия Фаритовна. Очень интересный доклад, замечательная практика, действительно, она подлежит не только, скажем так, изучению, она подлежит явно уже тиражированию. Так, у нас, кажется, даже есть немного времени, коллеги, чтобы задать Зульфии Фаритовне один-два вопроса. Пока коллеги собираются с мыслями, скажите, пожалуйста, вот это ведь практика в пределах Казани или она охватывает республику? Республику. Республику. Если исходить из данных эпидемиологических, которые были получены примерно в десяти регионах, если мне память не изменяет, вот Алексей Николаевич Мешков там сидит, и Марат Владиславович. Один на 250, да, у нас получается распространен? А, ну вот видите, уже один на 173. А у вас 127, да, подтвержденных? 127 подтвержденных. 10% от числа обратившихся к нам. То есть это по факту обращений просто? По факту обращений, да. А скрининговая методика у вас еще? Нет. Планируете ли вы ее рассмотреть, как минимум, а то и внедрить? Мы, конечно, мечтаем об этом. Понятно. Это действительно надо делать, потому что, в общем, задел потрясающий. Его надо, конечно, в общем, и масштабировать, в первую очередь в рамках вашего региона, в рамках республики. Спасибо большое. Коллеги, есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста, Игорь Владимирович. У вас блестящее выступление. Вы как-то делили пациентов с ВСБКС на определенный маловероятный, вероятный или нет? Да, да. К сожалению, я сейчас не готова вам вот цифры все предоставить, но в журнал, которым вы руководите, мы все данные отправили для публикации. Да, да. Конечно, мы делили, мы пытались сопоставить значимость, сопоставить, наверное, не значимость, а с возможности, да, возможности методик, которые оценивают только фенотипы. Сейчас под своим наблюдением готовим, если статистическая достоверность будет подтверждена, готовим такие вот подфенотипы, которые могли бы быть использованы помимо общеизвестных критериев. Спасибо. Да, спасибо еще раз. Извините, пожалуйста, я хотела уточнить. Спасибо за доклад. Генетическое обследование пациентов вы проводите в рамках МНУ? ОМС. ОМС, да. Или пациенты самостоятельно оплачивают? Вы знаете, спасибо большое за вопрос, да и такой вопрос очень важный. Мы получили грант от правительства, поддержку правительства, на что были выделены средства, в первую очередь для того, чтобы мы выявили, естественно, этих пациентов, поскольку актуально. И первую часть генетического исследования проводили на нашей территории силами научной лаборатории Казанского университета. А дальше, после секвенирования ДНК, вторую часть, второй этап, реализовали уже наши коллеги. На тот момент это было совершенно приемлемо и возможно. Это была испанская лаборатория Health and Code. Сейчас у нас продолжается эта работа, после того, как мы 750 образцов таким образом направили от детства и наши. Сейчас эта работа продолжается, но уже силами только нашего университета. Естественно, финансирование идет от правительства целевое. Ну, и вы знаете, я вам, наверное, дам совет, может быть, он сработает. Есть главный специалист по медицинской генетике, академик Кусов Сергей Иванович. И он, скажем так, является безусловным лидером в этой проблеме. И в каждом регионе, в большинстве регионов есть центры медико-генетического тестирования. И мы с ним обсуждали эту тему. Они очень готовы помочь в плане генетического тестирования на гиперлепидемию. Семейно обусловленную. Спасибо. Если он короткий. У меня возник вопрос. На базе какого лечебного учреждения вы создали свой центр и какое количество врачей он включает? Вы знаете, я представляю 7-ю городскую больницу, являюсь заместителем главного врача. Естественно, на базе нашего же учреждения. Центры взрослых, центры детей, также на функциональной основе, на базе ДРКБ, детской республиканской клинической больницы. Штат небольшой. У взрослых работают 3 человека. Большое спасибо, Зульфия Афаритовна. Продолжаем нашу работу. Я предоставляю слово профессору Сергеенко Игорю Владимировичу, который представит информацию по обзору клинических рекомендаций по дислепидемии. Добрый день, Сергей Анатольевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Какой холестерин должен быть у слона? А у тигра? А у гориллы? А почему я вдруг спросил именно про этих трех представителей? А какой холестерин должен быть у новорожденного ребенка? А вот у меня и у дикаря, который живет на Амазонке, будет отличаться холестерин? А какой холестерин у женщины на 8-м месяце беременности? И нужно ли его корректировать? На все эти вопросы мы с вами ответим 1-го числа в 12.50, если вы подойдете на стенд компании «Навартис». На самом деле, конечно, большое спасибо за ваше внимание и возможность выступить. Я не буду показывать российские рекомендации, потому что очень подробно Марат Владиславович и его покорный коллега представить эти рекомендации в рамках предстоящего Конгресса. Это будет и завтра, и послезавтра. Но давайте мы, собственно говоря, подойдем к тому, как менялись рекомендации, почему они менялись, и почему, наконец, никто не спрашивает. Я сейчас встану и скажу, слушайте, вот эти ваши ингибиторы АПФ, они давление роняют, хватит их назначать. Ну, Сергейенко, пора уже, наверное, лететь обратно в Москву. Но если кто-то подойдет и скажет, слушайте, ну эти ваши статины, ну, вы сами такое спрашивали, спрашивали, да? Мы прошли много этапов. Мы прошли этапы онкофобии, мы прошли этапы болезни за свою многострадальную печень. Особенно люди, злоупотребляющие, говорят, статины нет, потому что печень – это святое. Мы прошли этапы, когда были страшные боли в ногах и суставах. От чего? Ну, понятно, что от статинов. Ну, конечно, деменция. Говорят, кто статины пьет, становится глупым. Кто пьет – нет, а вот такие вещи говорит. И сейчас самое модное, ну, сахарный диабет, ну, катаракта, конечно. И сейчас самое модное – это вот женщины-урологи, они очень озабочены, скажем так, мужской функцией их пациентов. Они говорят, а я слышала, что холестерол – это пришественник синтеза тестостерона при помощи стерол-синтетазы. Наверное, не надо давать. Мы очень много это преодолели, и, наконец, статины перестали быть препаратами, которые боятся. И многие даже узнали, что это самый безопасный кардиологический препарат. Блокируешь синтез, заблокируешь всасывание. Мы все больше рекомендуем начинать терапию с комбинацией статин плюс изотимиб. И все больше мы доказываем, что есть определенный уровень холестерина ЛНП, при котором можем остановить сердечно-сосудистые заболевания тероскортического генеза. Но зачастую нам это недостаточно. Да, вот как-то умная собака, которая все понимала, ничего не могла сказать. Также и мы не могли ответить на вопрос, когда нам говорили, ну, хорошо, я дал 40 мг розового статин, 10 мг затимиба. Вы мне вот тут доказываете, что нужно еще меньше. Дальше что? Мы говорили, ой, а дальше ничего. Теперь мы говорим совсем по-другому. Насколько нужно снизить холестерин для прорыв низкой плотности? Это очень-очень важно. Почему, когда вы даете антагонист витамина К, вы достигаете МНО 2-3? А если меньше или больше, это плохо. Но когда мы начинаем гиполепидемическую терапию, мы назначили, назначили, все. Но именно снизив на 50% и более, мы действительно влияем на 3П мэйс, не обязательно 3П мэйс, а на все мэйсы мы влияем. Мы влияем на сердечно-сосудистую смерть, на инфаркт, на инсульт, на необходимость ревоскулиризации. И, наконец, на то, сколько пациентов будет лечить Сергей Николаевич Терещенко с коллегами от сердечной недостаточности. Снижение на 1 ммол на литр. Ну, не надо шутить, да, что если мы снизим прямо до нуля, то человек будет жить вечно. Имеется в виду, конечно, повышенного холестерина ЛНП. Посмотрите, здесь очень важно не только насколько мы снизим, но и как долго это будет. Часто я приводил пример, сейчас уже не буду, мне пишут пацаны, ну, я пропил ваши статины, что мне теперь делать? Ну, ответ понятен. Поэтому, чем дольше, тем лучше. И вот такая вот экспозиция, она, соответственно, влияет на то, что мы с вами получаем, а именно на то, что мы можем повернуть время вспять, да, действительно, и обратить эти процессы. И вот вышли рекомендации. Рекомендации, ну, здесь немножечко они такие, я тоже всегда люблю их покритиковать. Вот в европейских рекомендациях в 19-х годах нет понятия экстремальный риск. Но в схеме, которую мы с вами увидим, такое понятие есть. Как же так? Ну, видимо, люди поняли, что это нужно вводить и ввели. Итак, наши рекомендации говорят то, что нужно дать статин, дать эзотимиб, если не достигшим целевого уровня, решить вопрос на значение ингибитора в PCS-K9. Но данная схема, она достаточно серьезно обсуждается. Во-первых, не надо, мне кажется, особенно сильно тетровать статина, потому что это резко снизит приверженность. Дальше, и мы это прописываем в рекомендациях. Дальше, подобно нашим коллегам, которые занимаются лечением артериальной гипертонии, также мы назначаем сразу комбинированную терапию, то есть статин плюс эзотимиб, как начало. Но, кстати, есть и ситуации, когда нам бы с вами сразу нужно назначить тройную терапию, прям сходу, инициально, не пробуя статин плюс эзотимиб. Очень легко все это можно посчитать, статин на максимальной дозе, это на 50% снижение, но хорошо, для розового статина на 53%. И если мы дадим комбинацию, то на 65% мы можем снизить. Да, больше не снизим. Если вы видите, что это явно недостаточно, значит, нужно назначать тройную терапию. Можно назначать терапию статин плюс ингибитор PCS-K9. В принципе, это не запрещено. Рекомендации европейского общества, да, и мы с вами видим опять, ну, скажем так, немножечко ту же самую схему. То есть, хотя класс доказанности максимальный первый, ну, кроме, конечно, назначения первичной профилактики ингибиторов PCS-K9, хотя тут есть над чем подискутировать, но мы видим, что сначала дай статин, потом дай эзотимиб, потом дай ингибитор PCS-K9. Согласны мы с этим? Нет, с этим мы не согласны. Кроме того, очень важно, когда мы обсуждаем с пациентом, да и друг с другом, до какой степени нужно снижать холестерин ЛМП, и когда его нужно снижать, то мы должны понимать, что действительно есть 4 категории риска. А в атической рекомендациях 5 категорий риска, но экстремальный риск мы выносим в категории, он рассматривается нами в рамках категории очень высокого риска, поэтому, ну, можно считать, что 4, в принципе, наверное, и так. И для каждой категории, соответственно, есть свои целевые уровни холестерин ЛМП. Вот вы это все видите, и, ну, это всем известно, я не буду сто раз повторять, чтобы не вызывать ваше раздражение, но обратите внимание на первую строчку. Вот вы видите, меньше 1,4, оптимально меньше 1,0. Кто это сказал? Это сказал Сергей Анатольевич Бойцов. И сделал это не просто так, а сделал это как человек, который действительно показал нам, что есть наши желания, а есть юридические какие-то рамки. Поэтому для того, чтобы 1,0 поставить сюда как целевой уровень, а не как оптимальный уровень, мы должны получить результаты по меньшей мере двух рандомизированных клинических исследований, которые нам скажут, что да, это лучше, чем 1,4. У нас есть такие исследования. Ну, давайте подумаем. Ну, Фурье. Нет, нет, Фурье было другое. Постхок-анализ показал, что да, 1,0 лучше. Ну, что там еще? Одиссея, уткам, да? Нет, оно для другого было сделано, но постхок-анализ показал да-да-да. Дальше. Импробует наши слезы, наши многострадальные, 7 лет исследования. Что показало? Показало, что ничего страшного не случается, даже если до 0,6 снизить. Кстати, вопрос, до какой степени все-таки ЛНП можно снижать. А такая цифра есть. Мы об этом тоже поговорим на стенде. И какие еще у нас есть по этому поводу соображения? Ну, мета-анализ CTT, да? Ну, это мета-анализ, это же не РКИ. То есть мы не имеем права юридически. Но мы-то с вами знаем, что лучше 1,0 в категории пациентов экстремального риска. Экстремальный риск, но мы о при этом еще поговорим. Сейчас формулировка такая, дважды два. Два события, сердечно-сосуистых, за два года, несмотря на то, что мы активно этих пациентов лечим. Оценка сердечно-сосуистых риска крайне важна. После 40 лет всем людям надо оценить сердечно-сосуистый риск. Если у пациента есть ИБС, инсульт, инфаркстентирование, другая любая ревоскулиризация, если у него есть семейный гипроколистермия, если есть сахарный диабет, то, слава богу, можно не смотреть в таблицу СКОР-2. Если нет, то эту таблицу все-таки нужно использовать. И, соответственно, эти наши целевые уровни. Обратите внимание на две звездочки, которые присутствуют в категории пациентов очень высокого-высокого риска, ну, разумеется, экстремально. Не просто достичь, но и снизить меньше, чем, то есть больше, чем 50% от исходного. Да, если у вас пациент перенес инфаркт, а у него 1,8 холестерина ЛНП, не надо говорить, а зачем у него все нормально. Значит, нужно снижать до 0,9. Совершенно верно. Значит, для него это очень много. И еще давайте сразу обусловимся, что ИБС, перенесенный инсульт, сахарный диабет, это обязательное назначение статинов при любом уровне холестерина ЛНП. Но я не беру терминальную стадию печеночной недостаточности, когда там и так будет на нулях, но это уже совсем другая система, поэтому, конечно. Да, и тактика ведения, когда мы можем, ОЖ, это образ жизни, да, когда мы можем нормализовывать образ жизни, когда нам сразу нужно назначать какие-то препараты. И мы посмотрим, нижняя строчка, это вторичная профилактика. Да, практически во всех случаях нужно назначать препараты. При каком уровне холестерина ЛНП человека никогда не возникнет атеросклероз? Меньше чем 1,8. Никогда не возникнет атеросклероз, если он будет такой уровень держать всю свою жизнь. Да, помните испанское исследование, где они смотрели, останавливали на улице людей, испанцев, которые бегали, вот, спортивно, говорю, куришь? Нет. Спортом занимаешься? Да. Рост вес нормальный? Да. Папа-мама здоровый? Да. Давление нормальное? Да. Вредные привычки еще какие-то есть? Алкоголь? Нет, ничего нет. Да, они тебе сделаем ультразвуксонных артерий. Делали. Что оказалось, у тех, у кого меньше 1,8, у них нет каротидного атеросклероза, у которых больше обнаруживался. Ну, кстати, выследование Сергея Анатольевича, его сделало в 2010 году по западному административному городу округа Москвы. Нами было показано, что 70% мужчин, которые считают себя здоровыми, и 60% женщин, которые считают себя здоровыми, это атеросклерозические бляшки в сонных артериях. А если посмотреть в воздушный бедренный сегмент, то картина будет еще более жесткая. Ну и возможно ли достичь целевых уровней холестерина ЛНП у пациентов очень высокого сердечно-сосудистой риска? Евроспайр 5 исследований. На пероральных препаратах ответ практически невозможно. Нет, бывает, я не говорю, что это 100% случаев, но тем не менее. Второй вопрос. А, собственно говоря, вот те больные, которых мы с вами лечим, кто работает в стационаре, кто идет амбулаторный пациент, в которых есть инфаркты, инсульты, 5-10-й диабет. Какой у них в среднем будет уровень холестерина ЛНП? В среднем не меньше, чем 2 ммол на литр ЛНП. То есть о достижении целевого уровня 1,4 мы даже близко, в общем-то, и не говорим. А если мы возьмем, вот когда мы писали рекомендации, мы говорили, что очень редко, там, в 20% случаев достигается целевого уровня 1,8. Сейчас мы сделали 1,4. Вот Валерий Владимирович Кокорчук там говорит, слушайте, ну совсем никто не будет достигать. Мы говорили, ну мы же знаем, что так лучше. А теперь мы говорим, мы знаем, что так лучше, у нас есть средства, чтобы на это, собственно говоря, повлиять. Но что в реальной клинической практике? Снижение холестерина ЛНП за 10 лет составляет 0,2 ммол на литр. Собственно говоря, можно еще больше не говорить. Вот здесь зеленый цвет, это высокоинтенсивная статинотерапия, все остальное невысокоинтенсивное. Шведенхард, достижение целевых уровней холестерина ЛНП в регистре. И симуляция. Ну, кстати, то же самое было сделано, когда сравнили исследование ВАСКОП с базой данной Антарио. Оказалось, что те цифры, которые мы получаем, как по приверженности гиполепидемической терапии пациентов и врачей, так и в достижении холестерина ЛНП, мягко говоря, разнятся между специальными клиническими следами. Потому что когда Марат Вячеславович в галстуке, в пиджаке, пациента включает и объясняет, зачем ему надо, это одно. А когда человек приходит куда-то в медсанчасть номер 2053, то там совсем другое. Не потому что врач там плохой и так далее, а потому что врач, пациент понимает всю серьезность. И мы можем замотивировать, но врач не может замотивировать а-ля маска в этом пациента. Поэтому, если мы что-то смодулируем, посмотрим реальную клиническую практику, то мы увидим две большие разницы. И что-то с этим надо делать. Но мы уже 20 лет бьемся головой и пытаемся что-то сделать. А воз он, в общем-то, и ныне там, 0,2 ммоль на литр. Здорово снизили. Поэтому нашу задачу поможет решить какой-то принципиально новый подход. И этот принципиально новый подход сейчас попадает в наш арсенал. Ну, по поводу принципиально нового подхода, Хауш и Крей, как я уже говорил, вдруг с коллегами опубликовали категорию экстремального риска. Что, откуда она взялась? Ну, взялась откуда-то. И очень хорошо, что взялась. И тактика следующая. Очень высокий риск, да и сразу терапию статин плюс азотимиб, не достиг, назначен гибитор PCSK9, да? А если пациент экстремального риска, он говорит, ну, слушай, зачем вы эту категорию экстремального риска? Или вы что, какую-то разницу написали, что ли, там? Ну, и там 1,4, здесь 1,4. Ну, и что нам дает эта категория? Только путайте врачи. Нет, как раз эта категория в том числе была нами вычленена для того, чтобы показать, кому в первую очередь нужно назначать инновационные препараты, которые мы сейчас получили в свое распоряжение. И, кстати, сразу, что такое ингибиторы PCSK9? Ингибиторы PCSK9 мы делим на две группы. Это антитела, моноклональные антитела Волукулаб и Алирукумаб. И вновь появившийся препарат, который называется инклизеран. Он попал, вот он, в наших рекомендациях. Это одна выдержка, более подробно, естественно, мы покажем потом. Инклизеран. Это препарат, малоинтерферирующий РНК. Я подробно в нем механизм действия не буду, потому что мы все это будем рассказывать в рамках данного конгресса в том числе. Но, тем не менее, это две молекулы РНК, это не ДНК, а две молекулы РНК, направляющие несущая цепь, к которым присоединен такой компонент трехзубец, который называется галнак, энголактозамин, который, связываясь с аксиалогликопротеинными рецепторами на поверхности гипотоцитов, заносит в клетку эти две частички, они расплетаются. Это направляющая цепь берет природные ножницы, которые у нас с вами расположены в клетке, риск они называются, да, подносит их к матричной РНК, которая кодирует выработку PCSK9, пропротеин, субтилезин, кексин, подобные конвертазы девятого типа, разрезает эту матричную РНК, и синтеза нету. Зачем нужен комплекс риск? Очень понятно, зачем. Мы дали сигнал клетке ядеросодержащей стимулировать выработку какого-то белка. Вот она его постимулировала. Надо заканчивать с этой выработкой. Что нужно сделать? А очень просто. Разрезать матричную РНК. Чем уникален данный препарат? Тем, что в крови он содержится примерно 24 часа. Все. А дальше он работает в клетке. И периодичность назначения раз в 6 месяцев открывает для нас принципиально новые возможности на социальном уровне для того, чтобы привести уровень холестерина ЛНП к такому, который заложен нашим с вами геномом. После того, как мы встали на две конечности, произошла аграрная революция, появилась тарелка и появилась одежда, появился телевизор с компьютером, мы, к сожалению, стали жить, мягко говоря, не по геному. Из-за этого мы очень сильно расплачиваемся. Какой холестерин общий был у первобытно-общинных людей? Нет, я не летал и не мерил туда. Но, в принципе, данные есть. Такие исследования опубликованы. Какой уровень холестерина должен быть у человека? Интересный вопрос. Далее, рекомендации польские. Инклизерант сюда попал. Я не буду показывать большое количество ближневосточных рекомендаций. Просто скажу, он туда тоже попал. И попал в рекомендации английский NICE. Соответственно, мы тоже его внесли, этот препарат. Есть нюансы, да. Он сейчас только доказывает свое влияние на твердые конечные точки, но он доказал свое влияние на суррогатные конечные точки. Поэтому у нас появился мощный препарат, который, думаю, очень быстро завоюет наши сердца. Спасибо большое. Большое спасибо, Игорь Владимирович. Как-то так неожиданно закончил. Но у нас еще есть время вас потерзать. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Прошу вас только через микрофон. А сюда идите. Спасибо большое за очень интересный доклад. У меня два вопроса. Может быть, не по препаратам, а по тактике. Во-первых, что стало с теми испанскими бегунами, у которых вообще ноль факторов риска, но есть атеросклероз каротидных артерий. Назначались ли им препараты липидснижающие, или их просто наблюдали? В исследовании тут точно не указано. Не могу ответить. Это точно не их задача была. Ну, просто интересно тактика испанцев. Я как бы продолжаю, отвечу на вопрос, что совсем недавно, я его тоже буду показывать, исследования опубликовали, вот только вышло август 22-го года, что будет, если пациенту, сделав ультразвук сонных артерий, сказать о том, что ты нашел, и что это для него значит. А что будет, если не сказать? И там две большие разницы. Вот там тактика действительно явно мерз. Ну, там, правда, еще медсестры обзванивали, у кого одной группе, и говорили, что, слушай, ты помнишь, что у тебя атеросклероз? Помни. Вот, там вот такие результаты получили по приверженностям. И второй вопрос. У пациентов, наоборот, пожилого возраста, старше 80 лет, он достаточно часто встает на приеме кардиолога, на рутинном приеме, когда пациенты без инфарктов, без инсультов, первичная профилактика атеросклероза. Необходимо ли им стартовать терапию статинами при отсутствии вторичных конечных точек, то есть инфарктов, инсультов, анализов? Очень актуальный практический вопрос. Спасибо вам за него. Мы считаем, что в первичной профилактике можно начинать с эзотимиба, без статинов, пациентам старше 75 лет. В первичной, по черту, только в первичной профилактике. Потому что, если здесь бляшка 50 и более процентов, и больше он ничего не счет, это уже не первичная профилактика. Можно ли назначать пациентам статина после 75 лет в первичной профилактике? И от ответа, да, и с профессором Ткачевым у нас есть заключение совета экспертов. Там достаточно, скажем так, громоздкая схема, алгоритм таких пациентов. В принципе, назначение им статинов вовсе не является ошибкой. И здесь можно смотреть и руководство схемы, которую мы показывали в нашем консенсусе, а можно просто своим здравым смыслом и чутьем врача. Но разные есть пациенты, мало ли, может, там он 75 лет решил друг друга закурить и так далее. Тогда, конечно, мы более жесткую терапию будем использовать. Но если чисто первичной, то достаточно изотемимо. Спасибо. Противовес вопросу коллеги. Я бы хотела затронуть тему молодых пациентов с низким сосудистым риском. Что с ними делать? Хороший вопрос, очень актуальный. Его часто задают, да, потому что есть, ну, понятно, там, здесь черное из белого, здесь серое. Что делать с молодым пациентом? Ну, конечно, все зависит от пациента, да. Мы можем найти пациента, у которого есть атеросклероз сонных артерий. Поискали, не нашли. А что тогда с ним не так? Ну, допустим, липопротеиды низкой плотности выше 5. Выше 5? Да. Это высокий риск, и мы их должны снижать. И здесь назначаем статины с изотемимым сразу. Даже если это молодая женщина? Если это молодая женщина, предупредив, что на время беременности, мы их должны отменить. Ну, это да. То есть стартуем сразу? Стартуем сразу. Без стартера риска. Это пациент высокого риска, потому что высокий риск – это общий выше 8 или ЛНП выше, чем 4,9. 5 – это уже выше. Поэтому мы можем подождать. Сколько? Ну, сколько? Сколько мы можем ждать? Нет, можно я помогу, Игорь Владимирович? На самом деле, есть понятный алгоритм. Он называется оценка относительного сердечно-сосудистого риска. Это не абсолютный риск, который начинается от 40 лет до 64. А до 40 лет, начинает 18 лет, и там принцип другой. Там сравнивается человек не сам с собой, а с другими сверстниками. И вам поможет это очень сильно в плане преодоления вот этого психологического барьера. Он описан в руководстве по профилактике, в рекомендациях по диспансеризации. Поэтому, пожалуйста, еще раз посмотрите документы. Да, пожалуйста, Надир Микдадович. Спасибо, Игорь Владимирович. Очень здорово и интересно. Хотелось спросить, если я правильно понял, вы показали, что, чтобы улучшить прогноз, нужно снизить холестерин липопротеида в низкой плотности на 50% и более. Верно, да? Абсолютно. Да. Но вот в исследовании 4С там гораздо в меньшей степени снижали. Напомню, там больные с ишемической болезнью сердца, холестерин был 3 с чем-то, около 4. И там 20-40 мг тимгостатина снизили на треть и общую смертность, и риск сердечно-сосудистых осложнений других. Как бы вы это прокомментировали? Прокомментировал очень просто. Действительно, это знаковое исследование. 4С, вообще даже название у него знаковое, да, потому что это Суверл, Скандинав, Статин, Стадид, 4 буквы С, а также включено 4444 пациента, 2223 в группу симвостатина и 2221 в группу плацебо. Значит, действительно, результаты получили такие, как получили. И ни о каком 50% снижении холестерина ЛПИ речь не шла. Мы говорим о регрессе атеросклеротической бляшки, о том, что мы процесс останавливаем. Здесь ситуация такая. В исследовании 4С, кому дали даже маленькую дозу Статина, прогрессировало атеросклероз, но гораздо меньшей скоростью, чем те люди, которые не получали никакой гиполепидемической терапии. Поэтому, конечно, выжимаемость гораздо лучше, нефатальное сердечно-сосудистые события гораздо меньше, но мы сам процесс не остановили, не превратили нестабильную бляшку в стабильную и не остановили ее рост. Вот, что мы имеем в виду, когда говорим про 50% боли в снижении холестерина ЛПИ. Спасибо. Игорь Владимирович, от меня вопрос. Это уже, видимо, последний. Судя по времени, скажите, пожалуйста, прогнозируете ли вы, прогнозируется ли в литературе? Ужесточение пересмотра целевых уровней липопротеидов низкой плотности по мере расширения практики ингибиторов PCSK9? Очень надеюсь, что да. Но для, опять же, юридической подоплеки нам нужно провести хотя бы одно исследование, рандомизированное клиническое, чтобы посмотреть, как это будет влиять на наши рекомендации. Это понятно. Я сейчас говорю о вашем прогнозировании, о вашем, если хотите, научном предчувствии, клиническом. Ну, Сергей Анатольевич, я думаю, да. И когда-нибудь мы скажем, что есть пациент, у которого нужно достигнуть 0,6. Даже так. Но меньше 0,4 нет. Это уже не будет. Коллеги, запомните. Предъявим. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Замечательное сообщение. Ну, и сейчас с не меньшим удовольствием я предоставляю микрофон, возможность выступить профессору Ежову Марату Владиславовичу, который рассказывает уже непосредственно об инновациях, как цели своего доклада. Глубоко уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые коллеги. Я очень рад и благодарен организаторам этого симпозиума за то, что я принимаю в нем участие, потому что, мне кажется, очень интересно. Он проходит порой нестандартно, очень живо. Поэтому я постараюсь в какой-то степени продолжить линию, начатую своими коллегами. И, понимая, что мне выходить на трибуну, я не стал задавать вопросы Игору Владимировичу. Я хочу все-таки подчеркнуть, что в исследовании ПЕСа был даже более жесткий уровень холестерина, за которым не развивались атеросклеротические бляшки, полтора миллимоль в литре. То есть это подчеркивает, что и в первичной, и во вторичной профилактике одинаковые механизмы развития, биологические механизмы развития атеросклероза мы должны поддерживать холестерин и ЛНП на существенно более низких значениях. То есть вот порядка, по крайней мере, полутора. И, кстати говоря, и, по-моему, будет у меня такой слайд, Юджин Браунвальд как раз об этом же и говорит в своей недавней лекции и в своей статье «Что будет с кардиологией в ближайшие 10 лет?» Это вышло на страницах Европейского кардиологического журнала в 2022 году. Тот вопрос, который только что задавал Сергей Анатольевич, я задавал Альберика Катапана, в общем-то нашему хорошему другу и недавнему президенту Европейского общества атеросклероза, ведущему мировому эксперту. И он сказал, что таких исследований, скорее всего, не будет. То есть это экономически нецелесообразно. А если не будет исследований, значит, в общем-то, косвенно можно сказать, что пересмотра целевых уровней тоже не будет. Но это мое предположение. Будет точка зрения экспертов, а она хорошо известна, чем ниже, тем лучше. И когда задают вопрос, а что делать, если у пациента мы достигаем холестерина 0,6, не отменить ли что-то, не ослабить ли, часто я вижу, что если это действительно пациент экстремального риска, то и хорошо переносит столь мощное снижение холестерина ЛНП, я оставляю на этих же значениях. Иногда, и мы обсуждали таких пациентов с Сергеем Анатольевичем, мы действительно, как сегодня уже прозвучало, либо уменьшали дозу статина, либо прекращали эзотимиб и смотрели, что происходит. И на самом деле вот эта картинка говорит о том, что каким бы способом мы не снижали холестерин липопротеидов низкой плотности, в результате мы видим одно и то же. Мы видим увеличение экспрессии рецепторов. То есть улучшается работа рецептора опосредованного механизма утилизации атерогенного холестерина в организме человека. И вот этапы, они представлены нашего большого пути, который начинался действительно с 4С на этом слайде. Вначале статины, затем эзотимиб. Сила снижения холестерина у всех разная, но результат, по сути, для гипотоцита человека, он один и тот же. Больше рецепторов, значит, в кровотоке меньше холестерина. Ну и меньше холестерина, соответственно, темпы роста бляшки замедляются. И, конечно же, появление блокаторов ПССК-9, оно существенно изменило нашу тактику, ревоцилинизировало. Ну и когда у нас появился инклизеран, это еще, наверное, более революционный подход. И главное, что темпы его внедрения в клиническую практику, особенно в нашей стране, они просто впечатляют, потому что в этом году зарегистрированы, в этом же году эксперты Минздрава признали, ввели его в список жизненно важных лекарственных средств. Я лишь этим слайдом хочу напомнить, что Нобелевская премия по медицине в 1985 году была дана Брауну и Гольштейну за то, что они описали молекулярный механизм утилизации холестерина, обмена холестерина на пациентах с семейной гиперэкстеремией. И представление было такое, что это дуалистический механизм. Вот ЛНП, вот рецептор, и дальше происходит или не происходит захват пациентов с мутациями, он по крайней мере нарушен. Но открытие уже почти 20 лет тому назад про протеин-конвертазы сутилизин кексин 9 типа изменило подходы, потому что оказалось, что это не два компонента в этом механизме, а три компонента, то есть как порой, увы, бывает в жизни, треугольник. И как и в жизни, в общем-то, получается, что треугольник это не есть хорошо. Третий компонент в корне меняет функционирования, и если этот компонент тем более активен, активно вмешивается во взаимодействие рецептора с ЛНП, соответственно, все нарушается. В гепатоците весь этот комплекс тройной полностью разрушается, а значит, вновь и вновь восстановление рецептора на поверхность гепатоцита существенно снижается. Надо также учитывать, что действительно большая часть холестерина вырабатывается в той самой фабрике под названием печень, а с пищей то, что поступает, в лучшем случае ответственно за 20-25% уровня нашего холестерина. Поэтому холестерин, который поступает в гепатоцит через рецепторы ЛНП, зависит от концентрации холестерина в клетке, и вот теперь от концентрации ПССК-9. Поэтому совершенно понятно, что с момента открытия произошел такой квантовый скачок в виде синтеза препаратов, которые были организованы по типу моноклональных антител. И мы понимаем, что моноклональные антитела, они в медицине совершили переворот, да, они успешно лечат онкологию, онкологические заболевания, ревматологию, то, что раньше трудно было взять под контроль. И мы свыклись с тем, что мы теперь лечим этими же антителами, ну, в другой мишени, атеросклероз. Но дальше научная мысль работала таким образом. Да, хорошо, один раз в два, в две недели, это укол подкожный, пациенты не ропщут, им это нравится. А что будет, если мы попробуем подавить кардинально пропротеиноконвертазов, то есть мишень та же, но полностью, ну, максимально полностью заблокируем синтез. А главное, длительно, стойко. И таким образом родился следующий метод блокады на основе РНК-интерференции. За описание этого метода два ученых, да, получили Нобелевскую премию Мелло и Фаер. И, в принципе, вот по этому слайду можно понимать, что и так красиво, как Игорь Владимирович, я не смогу описать механизм действия инклизерана, но смысл очень простой, да, на матричную РНК, которая ответственна за синтез этого самого белка в организме человека, мы накладываем антиматрицу. И, ну, наверное, раскусывает или просто как-то так связывается, что та перестает наша матрица работать. Поэтому здесь немножко по-другому все это с помощью микрофотографии, компьютерной графики предоставлено этапы транскрипции, трансляции, и наша задача быстро разглашать процесс. И дальше все то, что было сделано, сделано для инклизерана, это интерферирующая РНК, она короткая, это короткая цепочка, она не может встроиться в ДНК, в геном человека, и для того, чтобы она не разрушалась эндонуклеазами, нужно было действительно его быстро направить в гепатоцит, и при этом там, чтобы еще внутри гепатоцита она оставалась стабильной. и для этого это и был вот этот комплекс сделан, ГАЛНАК, который позволял препарату существовать кардинально долго внутри клетки. Но все равно, вот не случайно здесь представлено в виде ракеты, что это постепенно ступени отделяются, и действующее вещество попадает туда, куда нужно, обеспечивая долгосрочную, и главное, воздействие на множество МРНК человека раз в гепатоците с соответствующим эффектом. Ну, конечно же, нас, как клиницистов, интересуют конкретные прикладные результаты такого воздействия. То есть, как всегда, как эффективность, так и безопасность. Ведь мы же вмешиваемся уже где-то близко к чему-то святая святых, к генетическому материалу человека. И ответы на этот вопрос мы получили, как и положено, из рандомизированных клинических исследований третьей фазы. Программа Орион созвездия имеет много представителей в своем семействе. И сегодня я буду говорить о 9, 10 и 11, куда включали, соответственно, пациентов с гетерозигон, семейно-гиперклистами, атероскратическими сердечно-сосудистыми заболеваниями и таковыми или факторами риска к ним, приводящими соответственно. Демография участников, а здесь сумма по всем трем исследованиям достаточно типичная. Мы сегодня это видели на Конгрессе уже в разных докладах, в том числе по липидным центрам Республики Татарстан, что средний возраст 60 лет, ну вот, конечно, там, где атеросклероз, там больше мужчин, но обратите внимание, что уровень холестерина ЛНП, это в левой части слайда, на входе около 110 миллиграмм то есть это далеко от целевых значений, несмотря на то, что дисциплинированно получали терапию статину 90% человек, и несмотря на то, что большая часть из них на статинной терапии были в режиме высокой интенсивности. Правда, эзотемиб получали лишь немногим более 10%. Также важно отметить, это в правой нижней части слайда, сахарный диабет. Обратите внимание, эта проблема, конечно, насущная, и это портрет наших пациентов, или, если угодно, фенотип. Треть имели сахарный диабет. Курение гораздо реже. Как вводится инклизеран? Первая инъекция, но следующая, вторая, по окончании третьего месяца, то есть день 90. А вот затем, видимо, понимая, что уже, так сказать, ну, как всегда, можно обрано это все назвать нагрузочной дозой для организма, человек, шаг один раз в 6 месяцев. Исследования продолжались 18 месяцев. Стандартные критерии включения, стандартные конечные точки по динамике первичной холестерина и ЛНП, относительный процент снижения в течение исследования к определенным дням, а также других параметров липидного профиля и, собственно, активности PCS-K9. Теперь, что касается результатов исследования, в исследовании Орион-10, у меня такое ощущение, что указка перепрыгивает слайды, в исследовании Орион-10, то есть там, где пациенты с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями, холестерин и ЛНП снижался на 52%, стойкая на 54%, то есть при гораздо более редком введении мы видим абсолютно близкое к действию моноклональных антител, которые мы привыкли видеть на уровне 60% снижения для инклизерана. Причем, обратите внимание, когда берутся липиды в динамике, кривая не подскакивает, нижняя кривая она вверх не подскакивает, то есть нет никакого ускользания эффекта, что подтверждает стойкий эффект препарата. В исследовании Орион-11, ну по сути такие же пациенты, только часть из вторичной, часть из первичной профилактики, процент снижения холестерина ЛНП 50%. Вот в исследовании Орион-9, где больные с гетерозиготной семейной гиперхолестериномией, процент снижения чуть ниже, да, 48%, мы понимаем, что часть рецепторов дефектная, и кстати говоря, генотипирование, по крайней мере, в этих публикациях не приводились данные, а ведь бывает семейная гиперхолестериномия обусловена мутацией именно гена ПССК-9, и соответственно, там эффективность препарата loss of function, низкая, вернее, генотипирование более интенсивная функция, там по-другому будет препарат реагировать, на примере аллеркумаба мы знаем, что он будет более эффективным с точки зрения снижения уровня холестерина ЛНП. Я напомню, что американских рекомендаций в целевые значениях холестерина ЛНП не менялись, а 1,8 или 70 миллиграмм в децилитре, это Европа, и мы также в России идем более прогрессивным путем в отношении целевых уровней холестерина ЛНП, но если подойти с прежним мерилом, то есть 1,8, то вы видите, что у подавляющего большинства пациентов в рамках этих исследований на инклилизирование были достигнуты эти значения. В зависимости от метаболических нарушений, а именно нарушений углеводного обмена, сахарный диабет, метаболический синдром, вы видите, что существенных отклонений по эффективности препарата нет. Он одинаково эффективен для всех. У больных, которые перенесли инфаркт миокарда отдельный анализ, он только что был в этом году представлен, и посмотрите, если инфаркт миокарда до года и более года в анамнезе, опять же, нет никаких межгрупповых различий. Конечно же, эти исследования не были спланированы по влиянию на сердечно-сосудистые исходы, но они учитывались, и мы видим совершенно логичный результат. Орион-9 там делится с гетерозеготной семейной гиперклистамин, но по сути без верифицированного как правило атероскорротического сосудистого заболевания влияния на исходы не получено, а в Орион-10 и 11 исследования наоборот имеется снижение четко порядка 25%, и этот метаанализ, который уже вышел на самом деле давно, в 2020 году, говорит о том, что на инклинизе ранее отмечено статистически значимое снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений на 24%. И очень интересный расчет провели в сравнении с исследованием другими гиполепидемическими препаратами. И здесь я попрошу обратить ваше внимание лишь на правый столбик, где отмечено количество больных, которые нужно пролечить в течение пяти лет для того, чтобы предотвратить одно сердечно-сосудистое осложнение. И дальше нижняя часть этой таблицы, где показано, что согласно результатам исследований Ориона 10-11, всего лишь 10 человек нужно будет пролечить инклизираном в течение пяти лет для того, чтобы предотвратить одно сердечно-сосудистое осложнение. Понятно, что эти расчеты пока на том материале, который есть, но в сопоставлении с теми результатами исследований, которые именно были направлены на предотвращение сердечно-сосудистых осложнений, инклизиран на данный момент времени находится в более выигрышном положении. А дальше в рамках других исследований задавали вопросы. Вот нарушенная функция печени, будет ли меняться эффективность препарата? Опять же обращу ваше внимание на правую нижнюю часть. Да, эффективность препарата при умеренной печеночной недостаточности несколько ниже, 40% снижения уровня холестерина ЛНП, тогда как при легкой дисфункции точно такая же. Что касается функции почек, то при снижении функции почек есть некоторые неослабления, отмечается повышение концентрации препарата. И я для себя сделал такой вывод, что возможно лицам, у которых имеется серьезное нарушение функции почек, хроническая болезнь почек от 3-4 стадии и даже 5-й, понадобится лишь один раз в год вводить препарат. Но это мое предположение. Что касается безопасности, никаких проблем с мутагенностью, генотоксичностью, канцерогенностью. И в этом есть абсолютное объяснение. Это сверхточная терапия. Несмотря на то, что для PCSK9 описали плеотропные эффекты для самой субстанции, но препараты, которые блокируют, мне трудно представить, чтобы они вызвали плеотропные эффекты. По крайней мере в исследованиях, если помните, с моноклональными антителами, уровень цирреактивного белка не снижался. Такой классический суррогатный маркер, по которому говорят, вот это плеотропные эффекты. Что касается в целом нежелательных явлений, они регистрировались на инклизераде точно с такой же частотой, как на плацебо. И когда вы видите, что общее количество 77%, это не должно вас пугать, потому что, как положено, в рамках исследований, все регистрируется. Заболел коронавирусом, мы репортируем, заболел насморком, мы репортируем. И никаких, опять же, знаков, тревог, вызывающих тревогу, у нас, клиницистов, здесь не было. Более того, инклизеран реже вызывает сенсибилизацию по сравнению с белками, минимизируя влияние на клинические исходы. Опять же, моноклональные антитела это иммуноглобулины, то есть, потенциально могут вызвать какой-то иммунный конфликт. Правда, доказали, что нейтрализующие антитела практически не вырабатывают. Чуть в большей степени они вырабатываются на аллерокумаб, не влияя на эффективность препарата, даже с точки зрения влияния на исходы. Для инклизерана это в принципе невозможно, потому что это короткая цепочка, это никакой не белок и никакое не моноклональное антитело. Но, конечно же, для нас крайне важно получить в распоряжении результаты исследования Орион-4, где участвуют 15 тысяч пациентов с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями и по сравнению с плацебо ожидается уже четко получения результатов по влиянию на сердечно-сосудистые исходы. Итак, можно сказать, что инклизеран за счет уникальной своей структуры обеспечивает прочный вход в клетку, а там уже в полной мере блокирует МРНК, который в свою очередь ответственный за синтез ПССК-9, который в свою очередь влияет на функционирование рецепторов клипопротеидов не из низкой плотности, которые в свою очередь обеспечивают тот или иной уровень холестерина ЛНП. И еще, что очень важно, посмотрите, вариабельность, мы хорошо знаем, что на статины вариабельность очень высока, есть люди, которые почти не воспринимают статины, на волокумаб, она тоже оказывается разная, 70% имеют снижение более чем на 50%, на инклизиран почти 87% выдают ответ по снижению холестерина ЛНП на 50%, то есть лишний раз в пользу его эффективности. И еще надо отметить, что почему на фоне статинов препарат более эффективен, потому что статины сами по себе увеличивают активность ПССК-9, то есть для препарата это благо, для человека это не очень хорошо с точки зрения хронического применения статинов, но для инклизирана, да и для кумабов это благо. В нашей инструкции, в нашей стране показания для применения препарата это первичные нарушения липидного обмена как гиперхолестерина, так и смешанная гиперлипидемия без указания на атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания. Ну и так как действительно вот фактически плохая приверженность это новый фактор риска атеросклероза, инклизиран успешно с этим фактором риска борется. Подтверждение уровня полтора миллимоль в литре, то что предлагает в недалеком будущем Браунвальд с помощью инклизирана, если мы начинаем вмешиваться в третьей декаде жизни, то мы можем отодвинуть порог манифестации ишемической болезни сердца к 100 годам. Ну и в центре слайда вы видите, что малоинтерферирующая РНК это две инъекции в год, то что слева это то что в нашем арсенале, ну и наверное вы слышали, что на ту же самую мишень уже началось исследование по генетических ножниц, где возможно когда-то однократное влияние применения этого метода в жизни позволит полностью раз и навсегда опустить уровень холестерина ЛНП. Пока же конечно же основное то, с чем мы боремся это с плохой приверженностью благодаря инклизерану. И британские эксперты посчитали, что терапия инклизерана в их стране может предотвратить 55 тысяч инфарктов и ишемических инсультов, а также сберечь 30 тысяч жизней в течение следующих 10 лет. Последний слайд, основные преимущества инклизерана это высокая степень эффективности благодаря уникальному механизму действия длительного удержания целевого уровня холестерина ЛНП, подавляющая эффективность у подавляющего количества пациентов, высокий профиль безопасности и уникальный режим дозирования. Так что добро пожаловать инклизерану в нашу жизнь. Спасибо вам за внимание. Большое спасибо. Марат Владиславович замечательная сложная, но хорошо представленная информация. Я надеюсь, что действительно это как-то помогло уложить в голове механизм действия, потому что и Игорь Владимирович, и Марат Владиславович по-разному, но очень доходчиво его представлено. Пожалуйста, коллеги, есть возможность задать вопросы, Марат Владиславович. Да, прошу вас только в микрофон, потом вам. Спасибо большое, очень хорошие, интересные доклады. Подскажите, пожалуйста, с учетом включения инклизерана в ЖНВЛП. Как планируется дальнейшее получение пациентами этих препаратов, в каком формате финансирования? Или этот пока вопрос не обсуждался с Минздравом? Большое спасибо за этот важнейший вопрос. По всей видимости, это будет по таким же механизмам идти, как и с моноклональными антителами. То есть, это закупки, государственные закупки. Понятно, что у нас есть федеральный бюджет, региональные бюджеты, но здесь нужно понимать самое главное. Это двукратное посещение дневного или круглосуточного стационара в году, а не двукратное в месяц. То есть, это снижение бремени расходов. И надо отдать должное спонсору, что после включения стоимость препарата снизилась на 30%. То есть, в пересчете на годовой курс ожидается, что это будет дешевле, чем курс моноклональных антител на 30%. Извините, включение чего, куда, вы не сказали? В список ЖНЛП. То есть, схема препаратов будет погружена в программу госгарантии 23-го года и СМП, или как-то по-другому это будет реализовано? Сергей Анатольевич, может быть, это... Сейчас проект в программу госгарантии вывесили вчера, по-моему, я еще не успел его посмотреть детально, поэтому не могу сказать, но поскольку может быть, он еще туда и не попал, я вот не знаю, что скажут коллеги ПГГ, нет пока, да, но в общем, тут впереди еще есть определенные шаги, которые надо предпринять. Спасибо. Ну, вы имеете в виду, что вообще препарат продвигается с какой-то фантастической, второй космической скоростью, по-моему. Пожалуйста, коллеги, да, вот вы хотели задать вопрос. Добрый вечер, Владиславович, большое вам спасибо за ваше сообщение. У меня два вопроса. Я даже не знаю, к вам больше или к Игорю Владимировичу. Все-таки в проекте российских рекомендаций для комбинированной терапии с инклисераном какой подразумевается класс рекомендаций? В отсутствии пока данных Орион-4. Большое спасибо, Николай Гаммельевич. Значит, в проекте рекомендации мы через запятую поставили инклисеран после Алира Кумаба и Авола Кумаба. Я объясню, почему. С тем же самым уровнем доказательства у нас есть данные трехисследований третьей фазы. Вы помните, что эти же самые предшественники шли точно такой же дорогой. то есть в начале у них было 2B потом 2А и вот теперь класс 1. Мы рассчитываем, что правы. Единственное, что проект только на рассмотрении. Возможно, нас подправят в центре экспертизы. Это их обязанность. равная про вас волокумабом или ракумабом. И второй вопрос. Все-таки так или иначе мы сталкиваемся периодами с непереносимостью статинов и невозможностью их назначения. Поэтому возможность комбинированной терапии с этими инклисераном это предусматривается. Конечно. И с таким же классом рекомендаций. То есть скорее всего 2А, будет. Да. Спасибо. Все то же самое. Да, кстати, вот очень хороший второй вопрос. Я тоже хотел его уточнить. поскольку он был озвучен. Можно ли сейчас оценить эффективность этой комбинации инклисеран и эзотеми по имеющимся данным? Какая суммарная будет степень снижения? Будет ли она достигать до целевых значений? Вы знаете, вот я думаю, что процент больных, который на двойной такой терапии был невелик в рамках данных исследований и насколько я помню отдельный анализ по ним не представлялся, но мы знаем, что тройная терапия дает 85% снижения, то есть там не суммируется, но все-таки азотеми плюс инклисеран уже без статинов, я думаю, мы вправе ожидать 65 или 70% снижения. Спасибо. Да, пожалуйста, еще есть возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а какие сейчас целевые значения триглицеридов для больных высокого риска не озвучено? Спасибо большое, это очень хороший вопрос, но считается, что у триглицеридов вот таких по категориям целевых значений разбивки нет, просто всем полезно иметь, независимо от категории, триглицериды менее 1,7 миллимоль в литре. Да, хотя это один из факторов резидуального риска. Хорошо, спасибо большое, Марат Владиславович, мне кажется, что вы своими ответами на вопросы существенно дополнили ту информацию, которую представили в докладе. Коллеги, ну вот, собственно говоря, понимаю, что вы не первый раз слышите про инклисеран, мы о нем поговаривали уже давно, а говорить серьезно, интенсивно начали в 2022 году и в общем сейчас уже аудитория хорошо информирована и мне кажется, что она не только хорошо информирована, но и уже морально готова к тому, чтобы этот препарат применять на практике. Я полагаю и я уверен, что вот тех психологических барьеров в назначении ингибиторов PCSK9, который мы имели при использовании моноклональных антител, в данном случае уже не должно быть. Поскольку дорога проложена, надо просто использовать преимущество, которое, безусловно, имеет данный препарат. Ну и, конечно, сейчас мяч на половине поля организаторов здравоохранения и кардиологов, которые помогают принять решение. Поэтому, в общем, будем работать. Безусловно, большая благодарность компании и спонсору за подготовку данного, за организацию подготовки данного симпозиума, который, несомненно, поможет в конечном итоге нам в плане решения главной задачи оказания помощи нашим больным, нашим пациентам, снижения у них вероятности развития сердечно-сосудистых осложнений и увеличения продолжительности жизни. Всего вам доброго, коллеги. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...